Про падение 70-х годовой доунины вспоминали в консульстве Польши в Бресте. Тут отбылась презентация часописа и книги об кампании 1939 года. Завтра моего доследованиями знакомилась Татьяна Болтуть. У выдания Игоря Мельникова, редактора сайта «Историчная правда», уникальные факты, вспоминанные и редкие документы об советско-польской меже, которая проходила под Минском. В 1921 году она отделила территорию теперешней Беларуси помеж Польшей и Советской Россией. У князи лез 70 тысяч соечинников, которые в веростной 1939-го, робили все махчимое для наближения мая 1945-го. Я попробую показать, рассказать, именно это не просто про сухую мову документа, а про слез того человеческого человека, который либо удерживал в битве под Мулавой, либо смогался у оперативной группы «Полессия», либо он смогался у армии «Андерса» под Монте-Кассино. А вот сейчас опис архии, его шестый номер – выдание уникальное для Беларуси. Тут размещены вельми редкие сдымки семейных архивов, удельников этих веростневских падей, опубликованы меркования ведущих белорусских и польских историков об кампании 1939-го. Это именно та история, которую, я думаю, каждый человек, и поляк, и белорус должен знать. И причем она показана на фоне вообще не политическом, просто человеческом, как люди проходили войну, где они находились, как они жили, в каких обстоятельствах. Получить информацию, вот сколько белорусов воевало в рядах польской армии и в сентябре 1939-го, и потом под Монте-Кассино, допустим. Это очень интересно и, думаю, очень заслуживает, чтобы быть донесено до свидетельствий всех. Теперь у доследчика грандиозные планы. Он протягивает сбирать материалы, чтобы дополнить свою Атлантиду и выпустить книгу-другую. А все для того, чтобы белорусы не только ведали свою историю, но и шановали память тех, кто с первых дней войны смагался с фашизмом. Татьяна Болту, Сергей Мацвейчук, областные новины, Брест.